Вот уже больше месяца в районе ведется работа по оказанию помощи гражданам из Луганской и Донецкой областей Украины. В Темрюкский район на днях прибыло еще несколько семей. Встречали их в районном Доме культуры. 21 человек с юго-востока Украины был направлен к нам по решению Краевого штаба по оказанию помощи беженцам. Заместитель главы района Александр Зимин, обращаясь к гражданам Украины, рассказал о том, какую помощь готовы оказать им на территории Темрюкского района. Каждый для себя должен четко определиться, что он хочет. То ли он в дальнейшем остается на территории России и оформляет документацию о получении гражданства, временного убежища, или тот, кто хочет просто переждать ситуацию, сложившуюся, а потом вернуться по месту жительства. Здесь нужно четко для себя определиться, потому что иначе по-разному будем с каждым тогда и работать. Сегодня у нас таких людей, которые пострадали, более 500 человек в районе размещено уже в частном секторе. Каждый из них большая часть ожидает и выжидает. Сегодня вы можете находиться на территории района России 90 суток и 180 суток. То есть это больше, чем полгода, почти год. Никто к вам никаких претензий не предъявит. Просто находиться без получения какого-либо статуса юридического. Заместитель главы района Ирина Евтушенко акцентировала, что темрюкские школы готовы принять 1 сентября детей, а медики оказывают необходимую экстренную помощь. Руководитель УФМС по темрюкскому району Виталий Гор подветил на вопросы прибывших граждан о правовом статусе, рассказал о федеральной программе «Соотечественники». Сейчас в темрюкском районе проживают более 500 граждан Украины, вынужденно покинувших родные места в поисках безопасности. Скорее всего, в действительности количество людей, прибывших в темрюкский район с юго-востока Украины, гораздо больше. Оказавшись в чужой стране, люди часто замыкаются в себе. Они накачаны разными слухами, иногда с нежеланием обращаются в УФМС, боясь, что у них отберут украинский паспорт, и они не смогут вернуться домой. На помощь приходят специалисты районного штаба и неравнодушные жители темрюкского района. Они объясняют приезжим, куда им нужно позвонить или сходить, чтобы получить помощь. Порядка 70 семей темрюкского района выразили готовность принять к себе граждан из Украины. Те, кто уже приютил украинские семьи, регистрируют их у себя на временное проживание, помогают одеждой, продуктами, вещами первой необходимости, пытаются найти для них работу, понимая, что люди находятся в отчаянии, дезориентированы в чужом месте и не знают, как им жить. Действительно, оставаться в стороне от человеческого горя было бы неправильно. Сейчас каждый пытается внести свой, пусть и небольшой, вклад в дело оказания помощи мирным жителям Украины. В районе продолжается сбор гуманитарной помощи. Пункты сбора находятся по адресу город Темрюк, улица Ленина, 29 и улица Таманская, 5. Поток беженцев, прибывающих на нашу территорию, увеличивается. Существует необходимость в их размещении для временного проживания. Работает телефон горячей линии районного штаба по оказанию помощи гражданам, прибывшим из Луганской и Донецкой областей Украины. Его номер – 8-918-040-28-28. В станице Тамань ведется капитальный ремонт и реконструкция здания поликлиники. По поручению главы Темрюкского района Ивана Василевского, работы должны быть проведены в короткие сроки. Более 50 лет это здание, возведенное в 1962 году, не знало ремонта. Сейчас строители ведут работы по замене кровли. В здании заменят систему водоснабжения, водоотведения и отопления. Перед строителями стоит задача полностью обновить внутренние помещения, провести перепланировку в соответствии с современными санитарно-эпидемиологическими требованиями. Везде настелят новый пол, установят пластиковые окна, заменят проводку и оштукатурят стены. Глава района лично контролирует ход работ. Во время встречи с подрядчиками он отметил хороший темп, взятый строителями. За 10 дней они смогли сделать большой объем работы. По предварительным данным, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию поликлиники составят более 10 миллионов рублей. Работы проводятся за счет внебюджетных средств. Ремонт планируют завершить в течение трех месяцев. В отремонтированном здании медики станицы «Тамань» смогут принимать 260 посетителей в сутки. Ранее было принято решение о строительстве нового здания в поликлинике. Это решение, как сообщил заместитель главы района Ирина Евтушенко, остается в силе. Сейчас документы по проектированию здания поликлиники проходят государственную экспертизу. Финансирование на изготовление проектной документации выделено компанией «Таманнефтегаз». Затем будут поданы документы на участие в федеральной программе по строительству этого объекта. Этот процесс трудоемки занимает много времени, поэтому главой района было принято решение начать работы по капитальному ремонту и реконструкции «Таманской поликлиники» уже сейчас, пояснила Ирина Николаевна. По завершению работ будет выполнено благоустройство, прилегающее к поликлинике территории. Традиционно летом депутаты райсовета под председательством Александра Шерстнева знакомятся на местности с положением дел в одной из отраслей. Так, ранее они анализировали работу курортной сферы, а на этот раз темой выездного заседания стало развитие виноградарства, овощеводства, садоводства и переработки сельхозпродукции. Одним из приоритетных направлений развития малых форм хозяйствования в нашем районе являются бахчеводство, овощеводство и садоводство. Развитие овощеводства с закрытого грунта, мощный толчок, особенно в прошлом году, дало предоставление субсидий на строительство теплиц. Именно в этой отрасли сегодня активно применяется метод капельного орошения. Анатолий Тартышный возделывает овощи, зерновые бахчевые на 59 гектарах земли в Стрелке и Старотитровской. Несколько лет Анатолий Борисович сотрудничает с детским центром «Северянка», поставляя туда свежую продукцию со своей фазенды. Депутатов интересовало, насколько эффективно используются земли сельхозназначения, как фермеры участвуют в краевых целевых программах. Шел доверительный разговор о том, легко ли получить субсидии, реализовать выращенный урожай, где взять легальную рабочую силу, а сотрудничать с наукой и с селекционерами о планах по развитию хозяйств. Как рентабельно или нет? Ну как рентабельно? Сейчас рынок сбыта очень плохой. Рынок сбыта? Нет, нет. Вопрос реализации на первое место выходит. Если бы было так, хотя бы мы имели перекупщики, у нас берут, они если не имеют половину, по 40 берут, он 80 продает. Если бы у нас было, ну хотя бы ниже, немножко, хотя бы чуть-чуть рентабельно. Раньше у нас было более... Но вы, допустим, готовы реализовать, ну оптом это сколько? Ну, если бы была возможность реализации, я бы поставил здесь уже бектак теплицы. У нас проблема, вырастешь, а потом подбрасываешься, не знаешь, куда ее деть. В износном в местном заседании постоянной депутатских комиссии райсовета участвовали депутаты практики, директора агрофирм, агрономы, руководители крестьянско-фермерских хозяйств. Они знают, как обстояли дела в агропромышленном комплексе района раньше и какие проблемы есть в отрасли сейчас. Поэтому задавали конкретные вопросы, интересовались сдерживающими факторами, чтобы потом постараться помочь крестьянам на районах и других более высоких уровнях. В разгар летних школьных каникул в районе побывала Краевая межведомственная комиссия. Ее цель, путем перекрестного мониторинга, проверить качество оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей. Комиссию возглавила начальник управления по вопросам семьи и детства Белореченского района Татьяна Лопатько. В процессе мониторинга наша основная задача – это уделить внимание условиям организации отдыха и оздоровления детей. То есть, насколько отдых детей является безопасным в первую очередь, насколько он интересен, насыщен, ну и в каких условиях это все осуществляется. Члены МВК побывали в поселке Ильич, в детском оздоровительном лагере Бригантина и в поселке Веселовка в лагере Маяк Таманского филиала Краевой крестерско-парусной школы. Они проверили соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, организацию безопасности, питания, купания и воспитательной работы. В Бригантине, директор лагеря Борис Булахов, сейчас отдыхают 140 детей из темрюка в станице поселка в районе. Для них организовано пятиразовое питание в столовой, которое заведует Елена Материна. Все необходимое имеется в медпункте. Детвора играют в настольный теннис, волейбол, баскетбол. Члены МВК отметили довольный вид и веселое настроение детворы, хороший педколлектив и работу вожатых, а также чистоту и порядок в корпусах. Добросовестную работу сотрудников Краевая межведомственная комиссия отметила и в подростковом лагере Маяк Таманского филиала Краевой крестерско-парусной школы. Этот лагерь находится под контролем Краевого департамента молодежной политики, руководит которым Степан Гречко. Если обратите внимание, у нас даже на газонах сорняки не растут, потому что это и силами персонала, и дети помогают, все выдергивают, чистят, убирают. Поэтому лагерь процветает, везде красиво, солнце, море и хорошее настроение. Летом в течение семи тематических смен в поселке Веселовка на берегу Черного моря отдыхают школьники из всех муниципальных образований Края. Каждая смена – это 10-12 отрядов, объединяющих 100 подростков. Занять их полезными делами, научить чему-то новому, объединить, подружить, а также сохранить каждого в целости и безопасности – эти и многие другие задачи приходится в течение оздоровительного сезона решать ежедневно коллективу Маяка. Видно, что каждый руководитель болеет, не просто так вообще находится в этом учреждении, он болеет, переживает не только, скажем, за общих хозяйственные вопросы, но и за то, насколько комфортно здесь детям. И каждый гордится какой-то изюминкой, какой-то своей программой, каким-то новшеством, которое им в ходе своей деятельности удается реализовывать. Утренней зарядки, которую провела бронзовая чемпионка России среди ветеранов спорта Галина Соловьева, начался Краевой день здоровья, прошедший под девизом «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». Это полезное мероприятие прошло в рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы». Пришедших приветствовали и пожелали крепкого здоровья заместитель главы района по социальным вопросам Ирина Евтушенко и главный врач района Александр Росак. Сегодня у вас есть уникальная возможность получить консультацию лучших краевых специалистов. Сегодня есть у вас уникальная возможность поделиться самым драгоценным, что есть у человека, его кровью для тех, кому она очень нужна. Для этого работает станция переливания крови, работает передвижной флюорограф. Сегодня наша медицина достигает самых больших высот, и мы всегда можем получить квалифицированную помощь в краевых больницах. Во время акции вели прием пациентов краевые специалисты – дерматовенеролог, психиатр-нарколог, онкодерматолог, мамолог и педиатр. Ими были проконсультированы 146 человек. Их цель – приблизить качественную медицинскую помощь к жителям сельской глубинки. Также на консультативной площадке вели прием врачи Темрюкской центральной районной больницы – психотерапевт, эндокринолог, терапевт и педиатр. Они осмотрели 143 жителя города и района. В рамках проведения Дня здоровья была организована работа мобильного пункта станции переливания крови Министерства здравоохранения Краснодарского края. В результате принято 37 доноров и взято более 14 литров крови. В краевом передвижном флюорографе узнали о состоянии своих легких – 45 человек. Электрокардиограмму прошли 75 жителей города и района. Многолюдно и шумно было субботним утром в центре Темрюка. В спортивных мероприятиях три семьи приняли участие в конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья». Команда «Здрав», в составе которой Анна Сергеевна, Владимир Викторович и Максим Работяга после разнообразных эстафет одержали победу. Во время Дня здоровья молодые волонтёры распространяли тематические информационные материалы. Проведено анкетирование молодёжи об употреблении табака. Краснодарский край сегодня один из самых крупных по численности населения регион России. Здесь проживает более 5 миллионов человек. Почти половина – в сельской местности. Такие акции необходимы. Это реальная возможность выявить и предупредить заболевание. Внимание! Новая государственная программа помогает гражданам сделать капремонт в своих домах. Для того, чтобы ваш дом отремонтировали. Проведите собрание жильцов, организуйте товарищество собственников жилья и выберите управляющую компанию. Затем направьте решение жильцов в муниципалитет, чтобы ваш дом включили в программу. Контролируйте ход ремонта после того, как деньги будут выделены вашей управляющей компанией. Все подробности в муниципалитете, органах исполнительной власти региона или на сайте фонджкх.ру Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok